Разберем мы сейчас это все с Юрием Фельштинским, американским историком российского происхождения, также доктором исторических наук, доктором философии по истории. Юрий, здравствуйте вам, добрый день. Скажите, пожалуйста, спецслужбы Патрушев, возможно ли, что во время проведения операции с Путиным, да и вообще, пока Путин находится в бункере, вот эти пресловутые кремлевские башни шевелятся и что-то друг другу нашептывают, возможно, о дворцовом перевороте? Вы знаете, ну в России все возможно, особенно в такой нестандартной ситуации, которая возникла в связи с нападением на Украину. Но проблема в том, что власть там захвачена не Путиным лично, как диктатором, а Путин как представителем спецслужб. В спецслужбах работают люди гадкие, будем откровенны, а хорошие люди на службу в эту структуру не идут. Возможно ли, что Путина сместят, убьют, отравят? Возможно. Возможно ли, что на его место придет хороший человек? Я думаю, вот в это очень трудно поверить. Несколько дней назад Патрушев дал пространное интервью, которое, конечно, он не давал, которое было для него написано и которое он просто подписал, которое продемонстрировало, откровенно говоря, что его взгляды полностью соответствуют взглядам Путина. Может быть, он их изложил на бумаге более гладко, но то, что им было сказано, абсолютно страшно и катастрофично. И это должно указывать на то, что если на смену Путину придет Патрушев, ситуация не улучшится. То есть, я правильно понимаю, если Путин ляжет на операцию, то это будет, по сути, та же рокировка, как с Медведевым временная? Нагреет ему стул для возвращения Патрушев или как? Не более? Ну, Путин может лечь на операции, я читал все эти публикации. Может лечь, может не лечь, может заболеть надолго, может уберечь во время операции, как Фрунзов в свое время. Все может быть, но суть, я думаю, в том, что нам не стоит рассчитывать, что с уходом Путина, если этот уход будет вот таким, ситуация непременно изменится в лучшую сторону. Это совсем не очевидно из того, что новый преемник, например, Патрушев, который тоже, как и Путин, бывший директор ФСБ и карьерный КГБшник, который всю свою жизнь проработал в КГБ. Из того, что Патрушев, например, сменит Путина, не следует, что что-то изменится в России в принципе и в том числе в международных отношениях и в российской внешней войне. Юрий, насколько я знаю, вы писали много о спецслужбах, изучали именно суть их работы. А вы можете сказать, вот все же перед вторжением в Украину было много информации и у британских, и у американских спецслужб, которые они делились и с мировыми изданиями, и с украинской разведкой, я так понимаю. Вот все-таки, и по сути-то и вторжение состоялось из-за того, что кто-то все-таки Путину, я так понимаю, давал неправильные данные. Их планы, мы видим, проваливаются. Есть ли в российских спецслужбах кроты, с вашей точки зрения, те, кто могут вести подрывную деятельность, но на серьезном уровне, который может поменять все-таки к смене власти в Кремле? Ну, есть ли там кроты или есть ли там агенты западных спецслужб, это, как вы понимаете, самая большая тайна. И точно я информации на эту тему не располагаю и располагать не могу. Понимаете, конечно, Путин ошибся в переоценке российской армии и в недооценке украинской армии. Но, между нами говоря, он ошибся не потому, что давали неправильную информацию, а все ошиблись. И западные разведки тоже ошиблись, точно так же, как и Путин. Абсолютно все недооценили силу украинской армии и абсолютно все переоценили силу российской армии. Это была общая ошибка абсолютно всех спецслужб, в том числе российской, в том числе западных. Поэтому списывать это на неправильность информации, которую клали на стол Путину, я думаю, неправильно. Другое дело, что был расчет у Путина, этот расчет был, на русский мир, на восстание русских украинских жителей против украинских украинских жителей. Этот расчет был. И надо сказать, что вот здесь, конечно, просчет сделан именно Путиным. И результат этого просчета, я думаю, вернее так, просчет этот состоялся, потому что Путин как бы не понял, не понимал, какую политику Россия проводит в отношении Украины все последние 8 лет, начиная с 2014 года. Юрий, я прошу прощения, вы просто сказали фразу, вот я за нее зацепился, что и западные спецслужбы тоже просчитались. Они бы повели себя по-другому 24 февраля? Правильно я понимаю? Если можно, лаконично время ограничено у нас. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что до вторжения Путина в Украину, о чем предупреждали западные спецслужбы и администрация Белого дома, неоднократно предупреждала, что по имеющейся у США информации Путин вторник в Украину. Проблема в том, что, к сожалению, до того, как это вторжение не произошло, ну, сделать в каком-то плане ничего нельзя было. Нет, я знаю, что нужно было сделать, что можно было сделать, но это сложно было сделать. Нужно было, конечно же, до вторжения в Украину объявить о совместных американо-украинских учениях, и вот точно так же, как Россия ввела войска в Белоруссию, ввести американские войска в Украину. Но требовать или так, хотеть от этого, от американцев, конечно, наверное, было не слишком реально. А вот после того, как вторжение произошло, вот тут уже, я считаю, запад повел в себя организованно и коллективные общие усилия, которые были предприняты, их следует признать правильными. Да, может быть, кстати говоря, война пошла бы по другому пути немного и более была бы бестаркечной в пользу украинской армии, украинского общества, если бы все-таки западные спецслужбы не прогадали боеспособности Украины как таковой держать оборону, да еще отвоевывать свои города и свои территории. Но и в том числе и поверила украинской власти, вот, и не предлагала президенту Зеленскому фактически слиться и руководить страной на другой нейтральной территории. Тем не менее, вот то, что вы говорите, на самом деле, вот Путин-то занимался подготовкой российского общества к войне на протяжении не месяца, а лет стало быть, поскольку это создание тоталитарного полицейского государства, поскольку это отчетливая и очень такая ядовитая пропаганда во всех средствах массовой информации, это удушение, это, ну, закручивание гаек по всем фронтам. И вот сейчас, 9 мая, есть предположения, и даже все больше и больше, чем ближе к этому дню, уверенность выражают разные политики и средства массовой информации серьезные с инсайдами, о том, что Путин 9 мая объявит всеобщую мобилизацию, а, соответственно, и объявит войну, официально войну Украине, хотя они называют это спецоперацией. Для чего? Для того, чтобы, ну, скажем так, они понимают проигрыш российской армии на территории Украины, и им нужно мясо, пушечное мясо. Мы не будем сейчас говорить об уровне подготовки военной российских граждан. Но на что спецслужбы сейчас могут пойти для того, чтобы заставить россиян взять оружие, причем и профессиональных, и непрофессиональных, и пустить в войну? Вы знаете, это старая советская традиция заваливать трупами солдат проходы, траншеи, чтобы враг просто не смог пробиться и через трупы пройти. Готов ли Путин встать на этот путь? Безусловно, готов. Готово ли российское общество поддержать Путина в этой войне? К сожалению, у меня нет оснований считать, что у российского общества есть право голоса в том, что происходит в России. Хотя мы видим отдельных мужественных людей, отдельные мужественные группы людей, которые бьются с Путиным в неравной схватке, арестовываются, осуждаются. Мы все это видим. Поэтому нельзя утверждать, что в России вообще нет оппозиции в войне. Она есть, но она недостаточно масса для того, чтобы стать критической. Нужно ли Путину объявлять общую мобилизацию? Я не военный эксперт. Я не знаю, нужны ли ему уже сейчас солдаты для того, чтобы бросать их на Украину. Но мы видим, к сожалению, что Россию, видимо, не слишком смущают потери, которые они несут в войне. К сожалению, единственное, что может переларить вообще общеполитическую ситуацию в мире, это военные поражения Российской Федерации в Украине. Для этого, конечно же, хотелось бы увидеть реальное вмешательство НАТО в эту войну. Не на уровне солдат НАТО, но на уровне всего остального. Я думаю, что солдаты, в буквальном смысле солдаты НАТО, Украине не нужны для того, чтобы победить в этой схватке. Но все остальное нужно. Блокада Черного моря, Черноморского флота российского, нужна прикрытие с воздуха. Нужно нанесение ударов по местам сосредоточения российских войск, необходимо демилитаризация Калининградской области, необходимо демилитаризация Беларуси, необходимо и так далее. То есть НАТО должно вступить в эту войну. Без этого нельзя нанести России военное сокрушительное поражение. Без поражения нельзя сменить режим в России и сместить Путина, Патрушева и всю эту компанию. Юрий, а вы верите, что Украина сможет стать членом НАТО? Столько Йенс Толтенберг, как уж на сковородке, последний год выкручивался. То были четкие критерии, то было якобы политическое решение должно быть для вступления в НАТО. Если можно, лаконичная ваша оценка и, может, сроки, если все-таки верите. Ну, вступление в НАТО это процесс, это бюрократический процесс. Мы видим, что даже в Европейский Союз ЕС не сильно торопится включать Украину. Мы имеем дело с бюрократиями, причем с бюрократиями разных стран, и не все правительства этих стран в одинаковой степени поддерживают Украину, а некоторые, как мы знаем, даже не поддерживают. Поэтому я не думаю, что сейчас практически имеет смысл ставить вопрос о вхождении в НАТО. Сейчас имеет смысл ставить вопрос о поставках вооружений и о вовлечении НАТО в войну в Украине. А уж после того, как мы разберемся с Россией и сменим там режим и снимем Путина, уже можно будет и в НАТО входить. Спасибо вам огромное. Юрий Фельштинский, американский историк, рассказал нам о будущем возможном, основанном на исторических событиях.